Приятного поста православное! Пятница, шестой седмицы закончилась. Светая четырестнадцатница, ну то есть еще, конечно, суббота и воскресенье, но в общем 40 дней, да, 6 на 7, 42. Вот сороковой день поста, и церковь в возрасте своей дочитывает, буквально дочитывает книгу Бытия, то есть 49 главы 33 стиха и всю 50 главу, а в книге Бытия всего 50 глав. То есть сегодня мы вместе с церковью на площадке Роской Конописной Школы заканчиваем чтение книги Бытия в буквальном смысле. И потому что заканчивается паремия, и потому что заканчивается текст книги Бытия. Очень длинный отрывок, но с другой стороны мы славно потрудились, давайте достойно завершим. Ну то есть тоже такой интересный момент. Вот закончил свою жизнь еще один из ветхозаветных патриархов, Иосиф Прекрасный. И тут мы оглядываемся, да, то есть помните, когда мы только начинали читать, мы с вами констатировали, что вот нам церковь рассказывает вообще историю мира, как Господь все придумал, как все задумывалось, как все должно было быть, как все стало, как Господь этот замысел свой продолжает исполнять, корректирует и так далее, и как завет с Господом необходим для жизни, как люди с ним поступают, как они его получают и не хотят, как Господь испытывает, как хитрят, чтобы получить его. И это про как раз всех нас, которые в церкви и призваны, потому что иной раз рассказывают, что как я пришел в церковь, а с другой стороны ту же историю можно рассказать о том, как Господь меня привел в церковь, как вот патриархов, которых он тащил иной раз против воли, как Иаков боролся с Господом, если вы понимаете, о чем я. И вот тут заканчивается история семейная, дальше уже начинается история избранного народа, ну и, конечно, книга Апокалипсис, это про конец нашего земного мира. И вот я кончил Иаков завещание сыновьям своим, Иосиф пал на лицо свое, вот забальзамировали Иакова. Когда же прошли дни плача по ним, Иосиф сказал придворному фараону, говоря, если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так, «Отец мой заклял меня, сказав, вот я умираю во гробе моем, который я выкопал себе в земле Ханаанской, там и похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца своего и избратиться». И слова Иосифа пересказали фараону. И сказал фараону, пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя. То есть фараон был в курсе завещания Иакова. И пошел Иосиф хоронить отца своего, и пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его, и все старейшины земли египетской, и весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его, только детей своих и мелкие и крупные скот свои оставили в земле Гесел. С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон был весьма велик. И дошли до Горен-Гаодата при Иордании, плакали там плачем великим и весьма сильным, и сделал Иосиф плач по отце своем семь дней. И видели жителей земли твой хороней, плач в Горен-Гаодате, и сказали, велик плач этот у египтян. Почему египтян? Потому что и Иосиф был одет как царедворец фараона, и, конечно, братья его были одеты в лучшие одежды, которые, собственно, можно было найти в Египте. Ну и понятно, что если люди в халатах, то, скорее всего, из Азии. Если кимоно, то, конечно, тоже вид халата специфичный, то, скорее всего, из Японии. Ну и тут тоже самое. Смотрят, одеты как египтяне, может, и по происхождению не египтяне, но, короче, место будет называться плач египтян. Велик этот плач у египтян. Посему наречено имя вместо того плач египтян, что при Иордании. И сделали сыновья Якова с ним, как он заповедовал имя. Отнесли его сыновья его в землю ханаанскую, похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам, с полем в собственность для погребения у Ефрона Хитянина, при Мамре. И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья его, все ходившие с ним хоронить отца его после погребения им отца своего. Тоже, вот здесь тоже важный урок. В пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность. То есть хоронить следует в той земле, которая в собственности. Потому что случись чего, ну, тогда-то, да, древний мир, место неспокойное. И заметим Иосиф, который царедворец, который второй человек в Египте после фараона. И то, он не позволяет себе никаких сомнительных сделок. То есть то, что было куплено еще Авраамом, вот там и хоронят. Ну, вот, например, была история с французским кладбищем иммигрантов. Когда, вот, ну, иммиграция, да, поражение в гражданской войне. Люди ищут себя по всему миру. И вот во Франции есть кладбище мигрантов. И там был какой-то сложный вопрос в правом собственности, которое вроде как истекало. И был вопрос, а что делать с гробами. Потому что если земля возвращается в другую собственность, то собственник может этим распорядиться иначе. И как бы, ну, вот, эксгумируют все. И где-нибудь хорошо, если сложат с почтением, а то и просто утилизируют. Вот чтобы такого не было, надо хоронить в земле, которая вот выкуплена однозначно и по всем правилам. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали. И послали они сказать Иосифу, отец его перед смертью свою завещал, говоря. Вот тоже хитрецы. Все знают, каковы они. Они знают, каковы они. Все они повязаны общим преступлением. Они продали брата своего в рабство. Ну, вот, как бы нам обезопасить ца. И не сами пошли, а послали сказать, что вот и отец твой... Ну, Иосиф – любимый сын отца. Ну, неужели, да, престарелый Израиль не обсудил каких-то моментов со своим любимым сыном? И что-то ему не сказал, своему любимому сыну, что сказал своим другим нелюбимым сыновьям, которые его еще и обманывали. То есть, что он пережил? Он пережил смерть любимого ребенка, когда ему принесли одежды Иосифа, потому что одежды Иосифа были особые, красивые, потому что его отец любил больше своих других сыновей. Ну, и те какого-то козленка убили, выпустили кровь на одежду и сказали, вот, звери задрали сына твоего, вот, одежда есть, а тела нет. То есть, ну... И они говорят, ты знаешь, а отец нам говорил, уже после того, как обман вскрылся, после того, как мы знали, что ты жив, что отец тебе перед смертью своей завещал, говоря, так, скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога Отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. То есть, сами не решились, хитрецы. Ну, и, в общем, да. Пришли и сами братья его, и пали при лицом его, и сказали, вот, мы рабы тебе. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот, вы умышляли против меня зло. Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть. Сохранить жизнь великому числу людей. Так, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их, и говорил по сердцу их. И вот тоже, посмотрите, как сбылись христианские добродетели. Авраам воплотил веру, Исаак воплотил надежду, а Иосиф воплотил любовь. Хотя мог сказать, все, как помните, Исаав, когда его Иаков обманул. Это же прям очень свежая история. Вот мы читаем историю мира, как историю семьи. И он сказал, вот только отец мой умрет, вот я Исаака тут же придушу. И вот, помня об этой ситуации, и успокоил их, и говорил по сердцу их, что нет, нет, несмотря на то, что отец умер, несмотря на то, что он уже не скажет мне, перестань, несмотря на то, что уже нет того, кто мог бы меня сдержать, вот я вам говорю, что все у вас будет в порядке, я вас не убью. И жил Иосиф в Египте, самый дом отца своего, и жил уже Иосиф всего 110 лет. Да, то есть, всего 110 лет. Почему так? И видел Иосиф детей у Ефрема на третьего рода, также сыновья Махира, сына Моносиина, родились на колени Иосифа. И сказал Иосифу, «Я умираю, но Бог посидит вас и выведет вас из земли, сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову». И заклял Иосиф сынов Израилев, и говоря, «Бог посидит вас, и вы вынесете кости мои отсюда». И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его, и положили его в ковчег в Египте. И на этом заканчивается книга бытия. И остается последний момент. Помните, я просил запомнить, когда братья Иосифу говорят, и отец наш раб твой, Иосиф их не поправляет, и он нарушает заповедь. И посмотрите, вот дни его сократились. То есть сказано, «Почитай отца и матери, да будут дни твои долголетние, да будешь ты долголетен на земле, да будут дни твои многочисленные». Иосиф нарушил. Да, праведный Иосиф, патриарх, нарушил заповедь, и, заметим, его хоронили братья его. Даже праведник, даже святой, не свободен от закона. Тем более, и мы должны об этом помнить. Вот в пятницу последние седмицы Великого Поста, ибо уже через два дня начнется Страстная Седмица. Дай Боже встретить нам всем Пасху, держитесь, ибо бесы приходят обесценивать то, что есть, и те, кто пропастились все сорок дней Поста, они уже имеют то, что можно обесценить. Мои Господи, всем нам берегите себя и вступайте в Страстную православными христианами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok